Встреча с прекрасными музыкантами, звёздами, мировой сценарии. Я не успеваю. Беги, пуля, заказывай такси, лети, ты будешь играть оленя Вениамина. Он говорит, Дэн, хорошо. Я оленя. Да, да. Вёл себя так, как мне не нравится, как иногда подростки ведут себя в театре. Всех взяли, меня одного не взяли, я очень сильно расстроился. А это работает, как бы, знаете, не кривить душой, это давало вот этот вот толчок, такой волшебный пендель. У нас завязалась какая-то просто переписка, мы всё лето общались, общались, общались. Обожаю такие истории. Да, потом осенью встретились, я её пригласил в театр, и теперь мы вместе, и мы теперь уже пять лет, вот. Кто его знает? Приятный, ещё раз скажет, Денис, тут должен быть голый торс, и ты должен быть, так сказать, подтянутым. Вот ты потом сам смотришь, и прям, о, боже мой, надеюсь, ты никто не увидит. Театр напоминает о себе, уже театр глобус. Театр живёт своей жизнью. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире новый выпуск программы «Рандеву». Мы продолжаем знакомить вас ближе с теми, кого вы привыкли видеть на сцене и кому аплодируете. Сегодня о закулисе актёрской жизни, о профессии, о себе расскажет Денис Васьков. Денис Васьков. Артист театра «Глобус». Окончил Красноярскую государственную академию музыки театра в 2007 году. В своей актёрской копилке имеет около 30 ролей. Среди них в театре «Глобус». Феликс в спектакле «104 страницы про любовь». Фелик в «Короле Матиуша». Пётр Иванович Добчинский в «Ревизоре». Вронский в «Русском романе». А ещё «Мистер Гаррис», «Трое в лодке, не считая собаки», «Доктор Лушин», «Первая любовь», «Иван Алтынник», путём взаимной переписки и другие. Лауреат 23-го фестиваля премии «Парадис-2010» Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматических театрах». Роль Петра в спектакле «Возвращение» по одноимённой повести Платонова. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в ту самую пору, когда люди продолжают получать подарки, когда продолжают звучать новогодние поздравления и продолжают сиять праздничные огни. А ведь профессия артиста, она тоже в какой-то степени про волшебные превращения, перевоплощения, про что-то такое магическое, интересное, не так ли? Определённо, конечно. Это вообще, мне кажется, замечательная какая-то профессия, связанная с вечным каким-то праздником, радостью, весельем, азартом. Помните, когда вы впервые оказались в театре как зритель? Сколько лет вам тогда было? И была ли эта любовь с первого взгляда? Ну, я сразу, что у меня всплыло в голову, так это я сам из посёлка Красный Маяк, это 250 километров от Красноярска, и где-то 30 километров маленький город Канск, и там был свой театр. И нас школьниками, наверное, в классе в 8-9 вывозили классами. Ну, 8-9, это уже возраст такой осознанный. Ну, я такой какой-то был вообще шальной, не понимал, что такое театр. У меня было представление, что такое сцена, потому что я участвовал в различных разных кружках. У нас ДК, клуб наш, как он назовётся, клуб, там танцевальный кружок был, КВН, я во всём этом, конечно же, принимал участие, потому что как-то меня туда тянуло. Нравилось выходить на сцену, так сказать, сиять под этими... Яркими лампами, огнями. Да, 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 да. А первое вот моё знакомство с театром, это... Театр напоминает о себе, уже театр Глобус. Живёт своей жизнью. И мне тогда не сильно понравилось. И я себя, знаете, я вот сейчас вспоминаю, я себя очень плохо вёл. Ну, я как-то вёл себя... Зато честно. Вёл себя так, как мне не нравится, как иногда подростки ведут себя в театре. Громко говорят, что-то выкрикивают, шумят, благурят. Себя тем маленьким вспоминаю, думаю, ну, Денис, ну почему ты был таким вредным? Как-то вот... Ну, короче, я был плохой зритель. Как случился выбор этой профессии, когда вы захотели уже на профессиональном уровне оказаться на сцене? А знаете, это, наверное, такая цепочка. Ну, во-первых, я... Так, 8-9 класс, такое небольшое разочарование в том, что вы увидели в театре. А уже после 11-го решение поступать. После 11-го поехал с мамой, поехал поступать в Красноярск. В Красноярскую академию музыки и театра. Тогда, значит, так называлось, сейчас это институт. Так самоуверенно, может быть, скажу, быстро стало всё, в принципе, получаться. Меня как-то выделяли. Говорю, Денис, в правильном направлении двигаешься. И мне всё это очень дико нравилось, как нравится до сих пор. А уже потомник стал понимать, насколько эта профессия сложная, непростая, со своими какими-то изъянами, но и с кучей достоинств. Близкие, семья поддержали ваш выбор? Однозначно или советовали что-то? Ну, а на стопу было, Денис, давай, давай, давай. Папа был не сильно. Он, что? Какой актёр? Клоун? Будешь там развлекать всех? Да, да, да. Он не сильно поддержал, потому что думал, что это что-то несерьёзное. У родителей наверняка профессии совсем другие. Вообще не связаны с творчеством. Нет, мама у меня там заведующая была молокопунта, молокопунта, да-да-да, там с молоком, короче, у неё была связана жизнь. А папа там вообще, я не понимаю, не понимаю до сих пор, чем он занимался, но как-то что-то зарабатывал, как-то нас кормил. Как вы уже сказали, вы родом не из Новосибирска. Нет, я из Красноярского края. Да. А переезд в Новосибирск случился именно по причине поступления на службу в театр «Глобус»? Нет, там уже такая определённая история. Как это вообще, в принципе, у актёров происходит? Заканчивается четвёртый курс, и мы ездим по городам, сначала отправляем письма, сейчас это видеовизитки, тогда интернет не был так ещё распространён, поэтому мы... Лично нужно было приехать, показать себя. Со своим лицом, со своим какой-то интересным... с разным лицом каким-то разным, да. И всё, и мы поехали сначала в Челябинск, потом в Краснодар, потом в Великий Новгород. Меня нигде не взяли. Хорошая география. Так. Хотя мне так казалось, что я как будто... Ну, я, по крайней мере, так думал. Всем понравится, должен. И я как будто бы был одним из, так сказать, лучших на курсе. Ну, там, знаете, у нас была пятёрка таких, которых выделяли. Я думал, ну, я-то сто подавал куда-нибудь, меня где-нибудь возьмут. И мы поехали, наверное, целой бандой, нас было человек 8-7. Всех взяли, меня одного не взяли, я очень сильно расстроился. Ну, прям сильно расстроился. Почему интересно так случилось? Да, и потом мой друг говорит, Дэн, поехали ещё в Уфу, в Башкортостан. Туда вроде бы нас компанией небольшой, 4 человека приглашают. Мы поехали, показались, нас всех четверых взяли. Там отработали один год. И потом, благодаря одной замечательной женщине, Ларисе Николаевне Лейченко, она у нас была педагогом, он говорил, Денис, это тот мальчишка, который нужен в театру «Глобус». А я, в принципе, хотел в «Глобус», потому что мы приезжали сюда зимой, в четвертом курсе, знакомились с городом, ну и как бы так рассматривали вариант, что может быть сюда. Но на тот момент в театре была такая фактура, как у меня, и я как бы был не нужен. И так получилось, что как раз я отработал год в Уфе, и отсюда уходит мальчишка, он уезжает в Москву. Ну, я иду там к руководству, говорю, так и так, вот Новосибирск, «Глобус», а «Глобус», ну, я прям хотел в него, потому что я понимал, молодёжный, у меня такая ещё фактура, в принципе, такая субтильная, детский, молодой парнишка. И вот, и всё, я переезжаю сюда, оказываюсь здесь, и закрутилось, полетело. Театр, город, коллектив сразу вас приняли доброжелательно и как-то радушно, или были испытания? Ну, не могу сказать, что быстро, сразу и легко, потому что, наверное, я всё равно, знаете, такой, как сказать-то, острый, что ли, какой-то быстрый, суетной. И иногда людей это при первом впечатлении, как бы, да, ой, что-то молодой человек слишком много как-то на себя берёт, либо ведёт себя не так, как будто бы надо бы. И, ну, как бы долго-долго притирались, ну, как долго, ну, полгода точно притирались, а потом у нас была замечательная поездка на Алтай. Сплотила? Да, и она нас сплотила, как-то мы все друг друга поняли, и, в принципе, коллектив, наверное, увидел, что вот, что я вот такой вот, какой-то вот такой вот, что нормально, Дэн, хороший. Ну, и опять же, самое главное, что у нас в профессии, это когда ты выходишь на площадку в репетициях, в процессе доказываешь, что ты можешь что-то, либо не можешь, как там у тебя уже получается именно твоя профессиональная деятельность. Ну, и мне хочется как-то думать, что у меня тогда как-то получалось. Вот смотрите, мне кажется, у любого человека, вне зависимости от его судьбы и от профессии, есть такие ситуации, когда мы сначала своим выбором очаровываемся, затем, быть может, разочаровываемся, и потом, наконец, приходит тот самый момент истины, когда ты сталкиваешься с реальностью, с тем, как все на самом деле. Так вот, профессия актерская чем вас сначала очаровала, что о себе рассказала потом и какой вы ее видите теперь? Знаете, у нас такая чудесная профессия, она реально чудесная, она пока на меня вообще не разочаровала, но смотря на то, как некоторые артисты, например, которым там уже ближе, так сказать, к 50-ти, устают немножко. Я это даже не обязательно у нас в коллективе или где-то еще, просто это как будто бы чувствуется в разговорах, в беседах, просто как будто бы устают. Вот не хватает, что ли, какого-то бензина, что ли, выдыхаются или еще что-то. Вот я все время думаю, так, Денис, когда у тебя начнет газ сбавляться, пока не сбавляется? Хочу верить, что я все время буду очаровываться этим. А очаровываться благодаря хорошим, качественным режиссерам, хорошей драматургии, которая ставится и выбирается, хорошие роли, и чтобы мы все, в принципе, горели делом. Ну вот, а начал я очаровываться с профессии, да знаете, честно, просто примитивно, с того, что мне нравилось, что меня хвалят. Знаете, там, а это работает, как бы там, знаете, не кривить душой, это давало вот этот вот толчок, такой волшебный пендель, что я хочу еще, хочу, еще, хочу, хочу, вот, ну, то у нас все равно эта профессия такая довольно-таки тщеславная по-своему. Просто если грамотно как-то во всем этом плавать, то чтобы там не то, что не зазнаться, а не уплыть в какой-то свой мир, и что я такой артист. Да, самого себе не навредить. Конечно, конечно, хотя, наверное, может быть, такое происходит иногда с кем-то. Надеюсь, со мной не происходило такого. Почему театр, например, не кино? Или вы не исключаете такой поворот в своей судьбе? Да тут, наверное, все просто. Кино, это надо ехать в Москву, либо в Питер, ну, наверное, все-таки в Москву, потому что там все эти процессы происходят, у нас, к сожалению, не так много, если что-то снимается, то это такое, такое. Ну, я там даже где-то что-то участвовал, но это такого качества, знаете, что ты потом сам смотришь и прям, о, боже мой, надеюсь, это никто не увидит. И для кино, мне кажется, как будто бы я для кино и для Москвы, что ли, слабый характером. Знаете, там надо постоянно это все доказывать, эти вечные кастинги. Здравствуйте, привет, я точно способен, я могу. Ну, знаете, а тебе говорят, нет, 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 это же все равно как-то на тебя давит, тебя как-то подламывает. А еще для этого надо быстрый ум, быстрая соображалка должна варить и голова, и быстро запоминать текст. Я в этом плане такой долгий, такой тягучий, я так долго учу тексты, я, ну, вот у нас есть мои друзья-коллеги, они просто по щелчку. На репетиции, вот они там раз, два, три проговорили, все, он у них учится. У меня же это, я все время выписываю в тетрадку, все эти предложения, домой прихожу, зубрю, 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 выхожу на площадку, забываю, режиссер излятся. Денис, да когда ты уже выучишь, я, да-да-да-да-да, им всем кажется часто, что я халтурю, а я реально не халтурю, я правда дома учу, там, Наська, жена моя, говорит, Денис, как же ты меня достал уже со всем этим, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уже я запомнила, да, говорит она. Да, а в кино-то там надо, это же буквально вот включили, поехали, одна какая-то короткая репетиция и все, а я в этот момент так думаешь не о том, что сыграть, а что я сейчас дальше говорю, какая камера, куда кино тебя смотрит, теряешься, зажимаешься, ну и не выдаешь тот результат, который нужен, поэтому... В общем, театр это ваше. Театр это стопудово мое, но кино, мне кажется, тоже, мы как бы иногда там с друзьями шутим, Макс говорит, Дэд, тебе надо, Макс Гуралевич, мой коллега, мой дружбанчик, говорит, тебе просто надо играть какие-то острохарактерные яркие эпизоды, где мало слов, где какая-то, так сказать, актерская чебучка, где я вышел, что-то стрельнул и вскрылся. Да. Как вы считаете, кумиры в профессии должны быть или это излишнее? Почему? Мне кажется, это здорово. У вас есть? Были? Да, да полно их. Я всегда, так сказать, кем-то восхищаюсь разными артистами. Ну, например, вот давайте начнем, например, из советского периода. Мне очень нравится Олег Янковский. Какие-то фильмы, например, там, знаете, полеты во сне и наяву. То, что он делает в кадре, как он существует, ну, он какой-то волшебник. Ну, помимо того, что мне просто нравится его еще и фактура, внешность, его лицо, его какая-то глубина, как он проживает. Вот у меня, в принципе, тот период нашей профессии очень нравится именно в кино. Там тот же Орлан Быков. Я тут недавно пересматривал «Я шагаю по Москве», и у него там короткий эпизод. И читал книгу параллельно. Как он готовился к этому эпизоду? Там эпизод буквально три минуты. И как он режиссеру предлагал, а я здесь, может быть, с куточкой, а здесь я, может быть, в шляпе, а здесь я, может быть, повернусь, посмотрю в кадр и скажу, ну, у него рождалось тысяча идей. Ну, вот я им восхищаюсь. Например, там, из современников, ну, если не касаться Голливуда, ну, конечно, какой-нибудь там Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, подход их к ролям, подход с какими режиссерами они работают, с какими они мастерами работают. Наше, знаете, мне, например, нравится. Вот почему-то не так принято говорить, что он заезжен какой-то, но я, например, очень люблю Александра Петрова. Мне нравится подход его, опять же, к ролям, и как он везде пытается быть каким-то немножко разным. Я представляю, как это сложно. Камеры включены, текст, и они какие-то пристройки, и они работают, мне кажется, очень круто и достойно. В этом плане наша профессия замечательная, потому что всегда есть ряд личностей, которые делают что-то на таком безумном уровне, что ты вечно хочешь это смотреть, радоваться и как-то думать, что когда-нибудь, может быть, и у тебя выпадет шанс что-нибудь такое где-то как-то продемонстрировать. Пока театр, ну, кто его знает, может быть, я в 54 как-то так состарюсь хорошо, и вдруг приедет, я не знаю, мы поедем на какой-нибудь замечательный фестиваль, и скажут, о, нужен вот именно такой вот... Мужчина. Мужчина, да, вот такой вот старичок. Запомним. 54. Ну, не старичок это точно, но посмотрим. Я думаю, что эта профессия замечательна еще и тем, что в ней можно, а то и нужно постоянно чему-то новому учиться. Чему вы хотите продолжать учиться для развития в этой профессии? И, думаю, неспроста сегодня еще и книга такая есть с нами. О, да, Константин Сергеевич, он с нами. Я просто в данный момент читаю эту замечательную книжку, ее как бы надо читать всем в институте, но когда я учился, мне как-то было совсем не до Константина Сергеевича. А вот и, может быть, и правильно, потому что именно сейчас она в меня попадает значительно больше и рождает в голове мои какие-то разные идеи, мысли. Вот она, мне кажется, вот ее надо читать, когда тебе после 30-ти, она так интереснее, ты уже больше понимаешь, в какую эпоху он жил, контекст времени, что происходило тогда, как бы вот этот вот исторический момент. она становится более увлекательной, и поэтому вот литературу я постоянно как бы люблю читать, и через книжки тоже как-то пытаюсь развиваться, совершенствоваться, кино, само собой. Что еще? Ну, смотрите, танцы, танцы, какие-то трюки, что-то такое спортивное, чего требуют роли. Что вот для вас было таким прям... Физически как-то старалось ходить там в тренажерный зал, у нас тут есть замечательные брусья, турники мои, нога с ребятами. Говорю, ну что, парни, пойдем в пятерик сыграем, подтягиваемся в брусья, ну давай, давай, надо, надо, потому что кто его знает, приедет режиссер, скажет, Денис, тут должен быть голый торс, и ты должен быть, так сказать, подтянутым. Вообще я безумно хочу научиться на каком-нибудь музыкальном инструменте играть, потому что, опять же, приезжают режиссеры и говорят, так, надо на что-то, что-то уметь, гитара, фортепиано, а я ничего это не умею, всегда очень завидую. Там у нас Лешка Корнев, Сашка Липовская, они все это классно умеют играть. Вот мы тут выпускали спектакль «Мальчики», и режиссер Артем Терехин сначала придумал, что мы все будем играть на сцене, но потом так как-то у нас не у всех получалось, и как-то это не срослось. Я там немножко играл на барабанах, и как-то всем очень увлекся, и вот думаю, когда-нибудь научусь. Ну, это тоже, надо столько времени на это потратить. А его катастрофически как-то не хватает, опять же, вот возвращаясь к Москве, я не знаю, как они все успевают, чтобы успеть еще жить, чтобы еще там, я не знаю, в футбол играть, в боулинг, много всего интересного, чего хочется заполнить вот эту вот свою жизнь. Денис, вспоминаются ли вам какие-то курьезные случаи, связанные с репетициями, или, быть может, что-то эдакое происходило и во время спектакля, когда зрители в зале? Ну, знаете, давайте я, наверное, вот такой вспомню курьезный момент. Он прошел в том году, когда вот у нас начинается вся вот это вот новогоднее приключение с 24 декабря, и мы по 8 января, 4 спектакля в день. Новогодняя сказка полностью. Ну да, мне, в принципе, нравится этот безумный процесс. Покоряет всех. Потому что, ну, он такой, знаете, дикий. Ты постоянно приходишь, переодеваешься, бежишь. Бывает иногда, что ты, там, я не знаю, сегодня ты играешь морского конька, снимаешь какой-то волшебный грим, бежишь на малую сцену, играешь Тургеневу, там, первую любовь. И как-то вот это все переключаешься. Такая, знаете, прям погоня, беготня определенная. И вот у нас утренняя сказка. Она начинается в 11, а в 10.30 у нас интермедиа начинается сначала. Детей как-то развлекают, там, Дедушка Мороз, какие-то волшебные герои. В театр надо быть в 10 утра, получается, там, за 45 минут. Ну, короче, без 15 и 10. Я, видать, не услышал будильник. Мне звонит завтра, по-светлана Владленовна, говорит, Денис, где ты? А это 15 минут 11. Через 15 минут, получается, у меня уже в интермедиа, там тоже как бы уже должен быть готов. Я ничего не понимаю, что, как, проспал, ну, не услышал будильник. Быстро как-то собираюсь, Настя, говорю, давай, встаем, встаем. В попыхах начинаю открывать дверь, двери не открываются. Я пытаюсь ее как-то с ноги, плечом, она не открывается. Я не понимаю, что делать. Со второго этажа просто так не спрыгнешь. У меня какая-то просто задурманенная голова, я не понимаю, что делать. Я говорю, Настя, давай, собирайся, Пузя, быстрее. Настя, я ее так ласково зову Пузя. Я открываю, а это вот, ну, 3 января. Ход, я открываю балкон, скидываю простынь. Говорю, Пузя, держи. Она говорит, что такое, что? Я говорю, держи, будешь хватать. Я на этой простыне, она говорит, как, ты сейчас разобьешься. Звоню Максу, мы с ним играли одну роль. Я живу на втором, он живет на первом. Ну, мы в одном доме живем. Относительно, в принципе, мы довольно-таки близко живем от театра. Говорю, Макс, я не знаю, дом закрыт, я не знаю, как выйти. Я не успеваю. Беги, пуля, заказывай такси, лети, ты будешь играть оленя Вениамина. Он говорит, Дэн, хорошо. Ты оленя. Да, да, да. Он говорит, хорошо, ладно. Как это происходит? Шикарное 3 января. Мы назвали это День каскадера. Вы запишите, это отличный будет эпизод для суперновогодней комедии. Просто супер. Так дальше она еще не заканчивается. Как-то вдруг Настя открывает дверь, я пулей бегу на ходу, пуховик, шапка, пробегаю мимо. Макс-то, может, себе заказал такси. Я говорю, Макс, не надо такси, я успеваю. Бегу, пока мы весь этот момент делали. Пришло одно такси. Я сажусь в это такси, то такси уже отменилось, потому что дверь была закрыта. Таксист на меня смотрит. Я говорю, Лидия, он говорит, уже этот заказ отменен. Все, молодой человек там сидел, такой своеобразный человечек. Я на него кричу в паньке. Давай, ты что не понимаешь, я опаздываю, у меня спектакль. Он, что ты на меня кричишь? У нас какая-то конфликтная, драматическая ситуация. Он на меня, я на него. Он выходит из машины, я понимаю, так он настроен очень категорично. Адрес меня. Я убегаю, бегу просто в сторону театра. Едет такси, взять как раз мое, которое вы уже заказали. Я в него быстро прыгаю. Дружище, лети. Я просто опаздываю. У меня через 6 минут уже я должен выходить на сцену. Он быстро летит. Нарушает правила. Мы подъезжаем к театру. Я быстро бегу. Бегу до гримерки. Так, получилось, гримерка почему-то закрыта. Хотя у нас в гримерке сидит просто 7 всегда актеров, и она всегда открыта. В этот момент закрыта. Я ничего не понимаю. Так бывает, правда. Я бегу к охранникам, этот ключ. Уже фоном слышу дня. Душка и мороза. Там у нас уже пошел какой-то... Я что-то быстро переодеваюсь, выбегаю. Денис, давай, все нормально, ты успеваешь. Эти оленьи, врага. Все, это вот какой-то грим. Ну, я все успел, все как-то получилось. Ну, вот 3 января у нас теперь день каскадера. Добавьте, пожалуйста, в свой сценарий потом уже, да, вот этот реальный эпизод. Я прям, вот честно, я это вижу уже в комедии. И в финале вы должны не на тот спектакль выбежать, именно в костюме оленя. Да, на какой-то драматический. Супер, да, вообще супер, супер классно. Вот такая вот реальная история, да. И тот самый эффект, когда 15 минут, они на самом деле растягиваются, да, в какую-то бесконечность, хотя ты торопишься и спешишь. Вот так же, наверное, и в спектаклях, да. Да, полтора-два часа, которые мы находимся как зрители в зале, это, конечно, совершенно другие полтора-два часа, чем сидишь в офисе, тоже время, да, проводишь, или где-то в ожидании в дороге. Два часа и маленькая жизнь, которую проживают хорошие, благодарные зрители вместе с артистами, которые представляют новый мир на сцене. Спектакли для детей и спектакли для взрослых. Они представлены в театре «Глобус» вот в таком равновесном количестве. И вы заняты и в том случае, и в другом, да, и в спектаклях детских, и в спектаклях взрослых, уже таких серьезных. Это ведь совершенно разные ощущения. Что вам нравится больше? Конечно, в разнообразии прелесть. И это хорошо, что это есть. А больше кто откликается. В этом плане мне, конечно, театр «Глобус» это прям мое, потому что, например, с утра ты можешь играть какой-нибудь детский, веселый, просто бесшабашный спектакль «Кот в сапогах», такой, знаете, спектакль полуимпровизации, где мы с партнерами, с коллегами много импровизируем. Ну, как бы там такая начинка, она позволяет творить такую вот определенную такую катавасию, что ли, сценическую. Вечером ты вот как-то настраиваешься по-другому, идешь играть какую-то драматичную роль, я не знаю, путем взаимной переписки, это, конечно, по-другому. А на следующий день, может быть, вечером там просто какой-то мюзикл, где ты танцуешь, пляшешь, поешь. В каждом есть какая-то прелесть. Наверное, конечно, все мы чуть больше любим что-то серьезное, драматичное. Так как-то завелось, потому что как будто бы это на более... Более значимое. Более глубокое, более драматичное, более надумающего зрителя. По крайней мере, хочется так верить. А детское, это что-то такое более что ли хулиганское, веселое. Мне нравится и то, и третье по-разному. Из того списка исполненных здесь, в театре «Глобус-роле», это более тридцати. Я не знаю, там как-то... Кто-то подсчитывает, понимаете. Какую любите особо? Какую-то особо роль. Знаете, я, наверное... Какая далась, может быть, сложнее или была для вас неожиданней? Я, наверное, не скажу, что там какая-то определенная у меня есть особенно любимая роль. Знаете, дело не в роли, а дело в процессе, в спектакле, в котором ты участвуешь. Например, вот сейчас мне очень нравится спектакль «Мальчики». Помимо того, что мне нравится играть мою роль, мне просто нравится сам процесс, какой получился спектакль и какие вокруг меня партнеры и команда. И вот как мы заряжаемся, как мы готовимся к спектаклю, как мы во время действия, во время спектакля видим, слышим друг друга и кайфуем от этого. И когда выходим, прям здорово сегодня получилось, как-то хорошо, как-то сегодня было по-другому. Вот мы, например, недавно ездили в Норильск с этим спектаклем, и там он у нас на малой сцене здесь идет, а там мы играли его на большой. И это был совсем какой-то другой спектакль. Он вдруг приобрел какую-то притчевость. Он зазвучал, такая интонация у него была, прям как мы играли какую-то притчу на поклоне для каких-то мурашек. И это было так здорово и как-то по-другому. Вот. Есть ряд спектаклей, там, например, опять же, тот же путем взаимной переписки. Там другие какие-то определенные плюсы, за что я люблю этот спектакль. Там потому что мы с Наташей Тищенко играем, там очень много у нас двойных парных сцен. И вот рождается какая-то определенная тоже вот магия между двумя этими персонажами, за что тоже можно любить этот спектакль. Там, например, Первая любовь, там тоже ряд исполнителей. Мы, знаете, вот прям там мы не Денис Васьков и там не Леша Архипов, не Алексей Кучинский. Я вижу, что это граф Малевский, Майданов, ну, как бы персонажи. Я там чувствую себя, правда, как доктор Лушин. И вот ты попадаешь в какую-то в эту эпоху, и в ней как-то существуешь. И вот за вот это вот мне больше нравится, нежели там, что вот эта роль моя, она, я ее люблю. Денис, наверное, вы знаете, что в нашей программе есть традиция небольшой блиц-опрос. Пятерка коротких вопросов специально для вас. Давайте, я готов. Да, прошу отвечать на них коротко и быстро. Попробуем. Хорошо. На что вы потратили первые заработанные деньги? Спортивный костюм. Точно был спортивный костюм. Я работал в поле, собирал каузику, это такая большая редиска. Классами выезжали, не помню, сколько заработал, но хватило на спортивный костюм. Шикарно. Вас легко вывести из себя? Да, я довольно-таки раздражительный. Да, да, очень быстро. Моя любимая супруга Пузя очень часто из-за этого, так сказать, расстраивается. Роль мечты? Роль мечты я же все время... А, вот, пускай будет господа Головлевы и удушка. Есть такая у Салтыкова Щедрина потрясающее произведение. Вот я бы мечтал бы ее, может быть, через лет пять бы сыграть. Я как будто бы под нотарею. Пусть сбудется. Пусть сбудется. Комедия или драма? Что выбираете? Драма. И, наконец, дарить подарки или получать? Получать. Я больше любил получать. Замечательно. Мы продолжаем. И как раз-таки, возвращаясь к теме новогодней, к теме подарков, какой самый необычный вы подарок дарили? Или, быть может, вы самый необычный подарок получали? Вспомните, пожалуйста. Давайте я подумаю. Смотрите, не могу ничего вспомнить, что я дарил. Как-то я довольно-таки практично всегда к подаркам отношусь. Так, что надо? Сюрпризы как-то я почему-то не умею. Как-то это не мое сюрпризы. И, кстати, когда сам себе, я тоже, я всегда говорю, я хочу то-то и то-то. Мне потому что всегда что-то хочется. Всегда мне что-то желается. И этого так много, что я просто говорю, хочу там эту пластинку. Например, на этот Новый год я хочу себе кресла, вот эти вот, знаете, режиссерские кресла есть, которые на съемочных площадках, как там Федерико Феллини или Спилберг. Вот хочу такое себе кресло. Так. Да. А из тех, что уже? А что получал? У меня в этом плане просто замечательная жена. Вот она как раз... Умеет удивлять. Умеет удивлять. Она все время меня на премьере. Каждой премьере она мне какое-то что-то всегда придумывает. Вот однажды она мне придумала классный, мне кажется, подарок. Она мне такую... Как-то сама это придумала. Мы только относительно начали встречаться-встречаться. И они с папой, у них замечательный, просто шикарный отец, он строитель. И она придумала табличку. Не табличку, как это? Голливудская аллея славы-то. И она вот сделала голливудскую звезду Денис Васьков. И вот и подарила. И так было неожиданно, приятно, круто. Вот такое вот что-то я вспоминаю. Мне очень как-то это впечатлило. Это было так неожиданно. Здорово. Пора про супругу, я думаю, рассказать подробнее, как состоялось ваше главное рандеву. Связана ли супруга каким-то образом с театром, с искусством? Никак не связана. Вообще не связана. Ваша поклонница была? И по-своему... Нет. Нет? Я вам... Если у нас позволяет время, я могу рассказать эту историю. Она довольно-таки может быть не короткая, но я так быстро... Ну, мне нравится эта история. У нас заканчивался сезон. Лето уже практически. Все, мы уже вышли в отпуск. Осталось два спектакля. У меня был свободный день. Я пошел в театр Старый дом на спектакль. Посмотрел спектакль. Пойду-ка я пешком до дома прогуляюсь. От Речного до Центра. Иду, смотрю, вывеска висит в Квест-Ленде. Что такое? Ну-ка, зайду, посмотрю, что там происходит. Захожу, спускаюсь. Это квест оказался. Администратор, девчонка молодая, с большущими глазами красивыми. Мы как-то с ней разговаривались. У нас у актеров такая есть, знаете, примочка. Мы сразу, если вам кто-то симпатизирует, мы их зовем в театр. Приходите, я артист, я сюда. Это как-то почему-то производит определенные впечатления. Типа, о, да, вы что? Ну, да-да-да-да-да. И как-то, знаете, такой наш козырь, наш конек. И она говорит, а знаете, я, если честно, не очень люблю глобус. Мне больше нравится красный факел. Ну, ладно, хорошо. Я как-то в каких-то смутных, помятых впечатлениях ушел оттуда. Она пришла домой, рассказала эту историю маме. Мама говорит, как так, тебя позвали, а ты сказала, что не любишь этот театр, а хочешь какой-то другой. Они нашли меня через контакт, в репертуар. На вот этот спектакль, на который я звал, на который она отказалась. Они купили билеты. Они сходили, посмотрели этот спектакль. Потом как-то со мной связались через контакте. Написали мне. И у нас завязалась какая-то просто переписка. Мы все лето общались, общались, общались. Обожаю такие истории. Да, потом осенью встретились. Я ее пригласил в театр. И теперь мы вместе, и мы теперь уже пять лет. Романтика в этом мире существует. Определенно. Но вот романтика и случай. Знаете, случай – это такое дело. Я всегда как-то в него верю. И мне хочется в него верить, что у нас у каждого будет какой-то определенный момент. Главное, будешь ли ты готов к этому случаю, к этой вот фортуне, удаче, которая повернется. Вот, понимаете, парижские истории в сером Новосибирске. Да-да-да. Что вы цените в людях и каким сами стараетесь быть во взаимоотношениях? Честность, определенная справедливость, конечно, чувство юмора и, в принципе, желание веселиться, хохотать и шалить. Так по-своему, по-хорошему, по-доброму хулиганить. Ну и, конечно же, доброта. Сегодня красуется рядом с вами вот такая замечательная елочка. Вы ее принесли, и наверняка есть интересная история с ней связанная. Не могу сказать, что она какая-то дико, безумно интересная. Просто это елка наша, наша семейная. Это первая наша елка, которая с моей Наськой, когда мы только начали дружить, подходил только первый наш Новый год. Мы жили в очень маленькой комнате. Новый год, елка у нас такая как раз, знаете, вот этот вот романтичный, букетный вот этот вот период. И мы вот купили вот эту вот елочку, как-то нарядили. Она как-то принесла уют в нашу квартиру. И все. И она у нас стоит, в принципе, вечно. Мы ее не убираем. Она у нас постоянно стоит. У нас такой шкаф-шифоньер. И она у нас все время вечно стоит. Всегда праздник. Когда просто Новый год, мы ее ставим на более значимое, как сказать, более... Пьедестал. Да, более просматриваемое место. И она вот, я ее принес. И мы думаем, мы уже так придумали, она у нас должна быть вечно. Она потом будет предаваться нашим детям. Ну, короче, вот она такая. И хочется верить, что это какая-то легендарная елочка. Хорошая история, замечательная. Так как, собственно, и все вообще, что вы сегодня рассказали о себе, о своей жизни, об этой профессии, об этом театре, в котором вы творите, в котором вы заряжаете своей энергией зрителей разных возрастов. Я вас очень благодарю за эту прекрасную встречу, за эту беседу. Желаю, чтобы Новый год исполнил все ваши мечты, чтобы были интересные проекты и в личном было только счастье. Спасибо большое. Приятно было пообщаться. Спасибо. Что вы сегодня хотите пожелать нашим телезрителям, среди которых наверняка есть и те, кто любит театр, и те, кто, может быть, никогда еще в нем не был? А что им пожелать? Что им пожелать? Как можно больше творчества в их жизни, чем бы они ни занимались. Больше творчества, искусства, какой-то игры, радости от вот этого творчества. Потому что, мне кажется, творчество, искусство – это, в первую очередь, забава, игра. Мы все должны как-то, знаете, в хорошем смысле играть. Что-то вот у меня сейчас родилось ощущение, что ты все время в движении. Ты едешь на велосипеде в какой-то, знаете, в летний чудесный день по лесу. Вот когда ты едешь и кайфуешь от происходящего, от этого леса, от чистого воздуха. Вот такое вот ощущение, которое рождает увиденное, просматриваемое творчество. Вот что-нибудь такое вот хочу пожелать. А себе хочу пожелать, я давно уже мечтаю, я хочу, чтобы у нас на сцене, и я в этом обязательно принимал участие, Чехова. Хочу театру «Глобус» пожелать такого большого классного автора, как Антон Павлович Чехов. Дорогие телезрители, я напоминаю, все выпуски программы «Рандеву» вы можете посмотреть, отсканировав QR-код. Вы сейчас видите его на экране. Либо на нашем специальном YouTube-канале, либо в поисковике по запросу «Рандеву» с Татьяной Никольской. Все выпуски будут доступны к просмотру. Пусть этот Новый год исполнит и все ваши мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова